Почему власть боится оппозиции? Почему власть боится оппозиция? Они будут отмечать кубинцы 50 лет своей победы в январе месяце. 50 лет тяжелейшей жизни, немыслимой совершенно, в изоляции. Сначала их американцы долбали хвост и гриву, потом мы их предали в 89-91 годах, прекратив полностью всякие контакты. Сейчас снова вроде потянулись. Как они выжили уму непостижимо? И у них никогда не было оппозиции. Я всегда удивлялся. Кубинская революция не пожирала своих детей. У них не было ни репрессива там 37-38 года, ни каких-то других там репрессивах. Потому что у них во главе революции стоял исключительно высокоодаренный в интеллектуальном револевом отношении человек под названием Федерикастер. Это вообще чудо природы просто. То есть его пересилить интеллектуально, тактически, стратегически никто из его соратников никогда не мог, ни на каком этапе. То есть все признавали его лидерство как однозначное. Ну, наверное, так бывало, так сказать, и с другими великими деятелями людьми. Когда такой великий человек руководит процессом, они переживали трудности, но невообразимые по сравнению с нашими российскими трудностями. И голод жуткий вообще, и военные интервенции. Все было. Штат уже рядом главный враг. Выжить 50 лет? О, это уже героизм, братцы. И все равно они не были. Вот в такой ситуации, потому что младь была в руках Фиделя Канстера, который говорит, я единолючный лидер революции, он не боялся его говорить, он отвечал за все. Наша власть, она слабая и в интеллектуальном смысле, в первую очередь, в стратегическом смысле, чаще всего беспомощна. Мы говорим о нашей власти не только нынешней, но и советской в том числе, вот особенно периода перестройки. Когда они знают, куда идут вообще, вихляют из угла в угол. У них такая косолапия, как утка на дороге. И вы не можете понять, собственно, куда ведут страну, чего и хотят, что перестраивать, во что. У нас нет никаких планов, есть какие-то концепции. И чем дальше эти концепции, там, надеюсь, в 15 лет, тем лучше. Мы не знаем, что мы будем делать завтра, послезавтра. И вот такая власть, она, конечно, очень боится оппозиции. Дай возможность этой оппозиции сформироваться. А вдруг из этой оппозиции еще и вырастет лидер? А вдруг у нее сформируется четкая программа, своя альтернативная? Потому что Федер, он, ну, четко говорит, что такое политический лидер? Это человек, который знает, что сказать, умеет это открыто донести до общественности, и имеет волю выполнить то, что он говорит до конца. Вот три качества для лидера. Вот иногда наши лидеры не обладают этими качествами. Не знают, что сказать. Не умеют это донести в разумительное понятное. И, конечно, ничего не получается с волей. Вот в этой книжке, в которой мы презентуемся, я, например, взял первую речь и первую статью Владимира Владимировича Путиной, которую он в 2000 году написал, назывался «Россия на рубеже тысячелетий». И сравнил с тем, чтобы он через восемь лет получился. И получился полное несоответствие. Говорили одно, получило другое. А чаще обратно. Вот это говорит о том, что такая власть, конечно, оппозиции терпеть не будет. Она старается любым, любыми средствами эту оппозицию изжить. А уж как? Кому как? Кого-то коррумпирует. Конечно, Рогозин, бывший лидер Родины. Красивый парень, стать такая, говорит красиво. И пишет, ничего нормально. Но ведь пустой же, дупла-то. Насквозь видно вообще человеку. Вот дали пост посла. И все забыл. И перед отъездом на эту работу сказал, я устал быть оппозиционером. Мне надоело быть в окопах оппозиции. Так какой же ты политик? Ну и не лезь и не обманывай, ты за людей. Ну занимайся своим делом, если журналистом на дипломатической службе, так попроси пост, тебе дадут. Но не обманывая людей, создавая блок Родины с такими замашками. Я тоже на это дело плюнул, пошел тогда на лёгко. Точно такие же другие лидеры. Глазев оказался такой же дуплистый. Первые же пробы этих людей вообще наружу. Идешь ты за идею до конца, или ты за эту идею думаешь что-то сторговаться получить. Вот как только сторговаться, ну ты уже не политик. Тот же Фитер говорил всё время, что человек, который думает вообще о своём личном благополучии, или о своей физической сохранности жизни своей драгоценной, и если он собирается заниматься политической деятельностью, из неё ничего не получится. Ты должен отрешиться от этих вещей своих. Уж если ты поставил программу, вруби просек уже до конца. Только так. А это что же за лидер? Малкотравья такая, от которой ничего и не осталось. Три года, четыре года назад мы с этими именами бегали, кричали и прочее. А сейчас кто исполнит? Уже мы ничего не исполняем. Вот туда Родина и схлынула. Кого коррумпировали, кого запугали. Ведь у нас же иногда будут откровенные разговоры с товарищами из администрации президента. И они хорошо иногда откровенно нам говорили. Что с вами, показывая на меня, говорить вообще невозможно. Вы генералы, вы отставки, у вас есть пенсия, вы со всех сторон будете застрахованную чётку. Но тебя не надавишь, нет больных точек. С тобой работать трудно и нельзя. А вот если бы у тебя был бизнес, ты бы никуда у нас не тронулся. Мы бы тебя пяточкой надавили бы, хвостик прижали. Ты бы действовал так, как положено. А если ты молодой, и у тебя есть амбиции сделать карьеру политикой, мы тебе чётко сказали, будешь слушаться, будет карьера. Не будешь слушаться, получишь кукиш с маслом. Всё. Поэтому не надо быть амбициозным молодым политиком, не надо быть предпринимателем, чтобы не иметь болевых точек. Для того, чтобы заниматься политикой, надо иметь призвание политикой, иметь мужество невероятной политикой. И идти до конца. Поэтому погибла Родина по совершенно непонятным причинам. Все эти вот атрибуты власть применила, ничего от неё не осталось. От СПС точно так же. Яблоко, ну это всё такое же, гниловатые со всех сторон. Настоящих пока политиков, пока у нас нет. А следовательно, и нет оппозиции. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА КАНАЛ Продолжение следует...